Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Дайте нам, пожалуйста, где, когда будут производиться какие работы. Старт дан. В городе и сельских округах приступили к ямочному ремонту дорог. Оборудование в достаточном количестве. Достаточно специалистов, которые умеют работать на этом оборудовании. Высокотехнологичная медицинская помощь. Самое современное оборудование теперь в арсенале Анапской городской больницы. Мне стало интересно провести экскурсию и ознакомить других ребят, учеников нашей школы. По страницам истории родного города. Анапченко стала дипломантом краевого конкурса «Юный экскурсовод-краевед». В этом году начнется работа по расширению школы номер 6. К осени планируется полностью сдать детский сад и еще один расширить. Об этом глава города сообщил на городском планерном совещании. Юрий Поляков подчеркнул, что ждет от своей команды конкретных результатов, так же, как и население. Меня интересует конечный результат. Если решили с Бузуновым ограждением, вы все видите, что его делают. Если решили велодорожки сделать, мы сделали. Если решили с Балышем засветить Пионерский проспект, поедите ночью, все горит. Есть такое? Требования абсолютно ко всем присутствующим. Впереди высокий сезон. Юрий Поляков напомнил о поручении расширить подъезд к железнодорожному вокзалу и организовать стоянку. Именно там гости получают первые впечатления о курорте. Параллельно идет борьба за внешний вид города. 21 протокол о незаконном размещении уличной рекламы в ближайшее время рассмотрит межведомственная комиссия. Штрафовать надо. Люди предупреждения не понимают. Какой смысл? Мы их предупреждаем, они продолжают заниматься тем же самым. Поэтому только штраф. На первый раз штраф 15 тысяч рублей. При повторном нарушении уже 100 тысяч рублей. По словам главы города-курорта, это должно стать практикой. В частности, для борьбы с несанкционированной торговлей. Он поручил уже сегодня взять под контроль потенциально проблемные места. Любое незаконное действие наносит вред экономике города, а деньги сегодня необходимы, как никогда. Существует бюджет. Существуют определенные деньги. Вы же не можете булку хлеба купить за 5 рублей. Не можете. Вы купите ровно столько, сколько она стоит. 20 рублей, например. Поэтому и здесь все то же самое. Работы ведутся. Что-то делаем. Планомерно. В ближайшее время начнется строительство офиса врача общей практики в хуторе Чикон. Прошел конкурс на реконструкцию детского сада номер 2 в Анапе. В новом детском саду Лазурный на одноименной улице идут отделочные работы. В детском саду номер 31 появится дополнительный корпус на 56 мест. А в школе номер 6 возведут пристрой на 400 мест. Из краевого бюджета на эти цели поступит более 270 миллионов рублей двумя траншами в этом и следующем году. Пришел протокол. Нам доводятся уже действительно реальные суммы. Они сейчас зайдут к нам в муниципалитет. И после этого мы уже сможем завести их в бюджет нашего муниципального образования и выходить на торги. Юрий Поляков вновь потребовал от подчиненных не давать пустых обещаний, отвечая на вопросы жителей. Если вы пишете, что мы включили в вас план 2018 года, ну давайте тогда вы в 2018 обязаны это сделать. Не знаю как. То есть у себя на стенке вешаете там все эти вопросы там или всю стенку исписываете там, что вам надо сделать. И это должно быть выполнено. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В этом году в Анапе ямочный ремонт произведут на 20% больше, чем в прошлом году. Особый акцент на сельские округа. Аукцион выиграли дорожники из Пермского края. Работы уже начались. В компании заявляют, что настроены серьезно. Мэр Юрий Поляков потребовал максимально упорядочить процесс. Улица Народная. С одной стороны популярна среди водителей, с другой давно просится в ремонт. Сегодня все терпеливо объезжают дорожников. Это первый этап. Проблемные места обрабатывают фрезой. Всего в этом году отремонтируют 7500 квадратных метров дорожного полотна. На 1500 квадратных метров больше, чем в прошлом году. Больший акцент сделан на сельские округа. В том числе Субсех и станицу Анапская. Речь идет о ремонте уже имеющегося асфальтового покрытия. Жители, да, обращают, они пишут свои жалобы, обращения. Вот тоже обращаем на это внимание. Ну и естественно, тоже наши специалисты ездят по району. Тоже видят наиболее проблемные районы. Это первый полноценный день пермских дорожников. Контракт заключили по итогам аукциона. Представители компании говорят, что решение было взвешенным. Есть необходимый опыт и возможности. Для муниципалитета важно, чтобы работа была выполнена при соблюдении всех технических нормативов и сроков. Глава города Юрий Поляков поручил максимально соблюдать график и согласованный порядок, чтобы было удобно и подрядчикам, и заказчикам. Где, когда будут производиться, какие работы. Завтра улица там Ивана Голубца. Вот мы поехали, посмотрели, дождь идет. Значит, вот послезавтра делать. Дайте нам график, мы его сконтролируем. График, как они так делают. График готов, я вам послепланирую его. Хорошо. Контракт на проведение ямочного ремонта действует до конца текущего года. Фактически же все работы будут завершены уже осенью. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Юрий Поляков поручил главам сельских округов подключиться к оповещению призывников, которые обязаны явиться на медицинскую комиссию. В ближайшие дни в России начинается весенний призыв в вооруженные силы. Сегодня в муниципалитете работают 30 специалистов военно-учетного стола, и им необходимо оказать максимальное содействие. Служить в армии – это почетно, это долг. Поэтому нужно уделить внимание всему этому и поработать в том направлении, особенно по сельским округам, по городу надо поработать. Главы сельских округов, как никто, другие практически знают всех своих жителей и знают всех своих, допустим, призывников. Если не знают даже всех, то могут узнать, если очень захотят. Скажите, списки есть у главы сельских округов? Есть. Вы проводили договоры 26 числа, военно-учетным работникам выдали все списки. Все? Все списки выдали. И повестки. Значит, первое – это главам сельских округов отработать эти списки. Это поручение. 12 апреля пройдет первая аукцион на размещении нестационарных торговых точек, в том числе на пляжах, а также в курортной зоне. В этом году торговли там будет значительно меньше, и регламентироваться она будет более жестко. На первом этапе разыграют 133 лота. Право заключить договор аренды получит тот, кто даст самую высокую цену. На торги заявились 169 участников. Второй этап пройдет 7 мая. К еще двум этапам идет подготовка. Их дату также официально объявят. Всего в этом году муниципалитет выделил участки под размещение 270 нестационарных объектов. На 130 меньше, чем в прошлом году. Больше всего такие изменения коснулись пляжей, а также курортной зоны. Все оставлено, но в разумных пределах. То есть, если на пляжных территориях, это на сегодняшний день там будет всего 30 точек под размещение напитков и мороженого. Причем мороженое будет промо-паковка. Другой торговли на пляжах не будет. На пляжных территориях должны быть места для отдыха. И мы обеспечиваем только лишь питьевой режим для наших гостей. Также набережная у нас очищена от всех. То есть, не будет никаких прокатов, не будет никакой реализации незаконной каких-то продуктов питания. Чтобы гости наши наслаждались отдыхом, а не торговыми рядомами. Качество любого медицинского заведения зависит от трех параметров. Опыта персонала, спектра оказываемых услуг по лечению болезней и используемое медицинское оборудование. Последний пункт имеет важное значение. Ведь каким бы профессиональным и опытным доктор бы ни был, очень сложно провести диагностику пациента без современного оборудования. На вооружении анапских медиков сегодня самые совершенные технологии, которые регулярно обновляются. Это стало возможным благодаря программам софинансирования из краевого и муниципального бюджетов. Жизнь человека, который попал в дорожно-транспортное происшествие или в другую чрезвычайную ситуацию, во многом зависит от мер, которые медики принимают в первые часы. Противошоковая палата приемного отделения для экстренных больных, куда скорые реанимационные бригады привозят пострадавших, скорее напоминает пункт управления космическим кораблем из будущего. Современная медицинская техника позволяет восстановить и сохранить жизненные функции, сделать первичную диагностику органов, а в случае необходимости провести экстренную операцию. К примеру, вот такой аппарат «Инфозмат» может без вмешательства медиков в полном автоматическом режиме делать внутривенные инъекции, причем дозировка до сотых миллиграмма. А совсем недавно здесь появилось еще одно чудо медтехники. Аппарат искусственной вентиляции лёгких, то есть он предназначен только для вентиляции пациентов, не применяется для проведения ингаляционных наркозов. То есть это исключительно реанимационный аппарат, которые тоже очень важны в нашей работе, и они постоянно готовы к работе в любое время дня и суток. Они постоянно включены у нас для того, чтобы, особенно это касается пациентов тяжелых, которых могут привозить в реанимационный зал, они постоянно в работе, постоянно могут оказать помощь. Для пациентов, у которых нет угрозы для жизни, но которым нужно срочное медицинское обследование, в отделении травматологии приобретен современный аппарат рентгена. Он также соответствует всем мировым стандартам. Съемка происходит в считанные секунды, а менее чем через минуту у специалиста есть вся информация, которая касается травмы больного. Вот так, да. Все. Не шевелитесь. Но, пожалуй, самым важным в работе медиков является выявление заболеваний на ранних этапах. Аппарат УЗИ позволяет контролировать состояние внутренних органов больного и получать объективную информацию в настоящем времени. А вот компьютерная томография – выявить очаги воспаления в любом отделе организма, в том числе и в головном мозге. На аппарате проводятся все виды исследования всего организма, то есть от головы заканчивая нижних конечностей. То есть это и травмы, и специализированные методы исследования с контрастированием. То есть вводится контраст, смотрятся органы малого таза, брюшная полость, головной мозг. Определяются патологии, связанные с онкологией. Выявляются на ранних стадиях онкология. Также современное оборудование установлено и в родильном доме. Руководство городской больницы регулярно обновляет техническое оснащение. Это позволяет сделать медицинскую помощь для жителей и гостей города качественной, быстрой и доступной. Можно архитеризовать укомплектованность больницы оборудованием как хорошую, даже не удовлетворительную, как принято говорить, а именно хорошую. Оборудование в достаточном количестве. Достаточно специалистов, которые умеют работать на этом оборудовании. Мы регулярно повышаем квалификацию наших докторов на базе первой кровой больницы, второй кровой больницы. Вместе с онкологическим центром Краснодара и Новороссийска проводим обучение докторов первичного звена по диагностике, выявлению раннему онкологических заболеваний. Не стоим на месте. Учеба докторов не прекращается ни на минуту. Каждый день кто-то в формате видеоконференции, либо очно присутствует на конференциях с участием московских специалистов, наших кривых специалистов. Ну и это, по словам главного врача, еще не все. Сейчас городская больница ожидает эндовидеохирургический комплекс для хирургического корпуса, бронхоскоп и гастроскоп. Все новое оборудование запустят в эксплуатацию уже к началу курортного сезона. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Анапченко стала дипломантом второй степени в краевом конкурсе «Юный экскурсовод-краевед». В южной столице ученица первой школы приехала с проектом «Анапа. Город воинской славы». Жюри отметили ее проект из 53 работ и признали одним из лучших. Однако экскурсия была составлена не только для участия в конкурсе. Теперь узнать о воинской славе Анапы и героях города-курорта может любой житель. Катя Кононыхина учится в 11 классе. Уже год она состоит в музейном клубе «Клио». История стала для нее не только школьным предметом, но и интересным увлечением. Екатерина без труда научилась вести себя на публике. Под руководством наставника составила несколько экскурсионных программ, попробовав себя в роли гида. На краевом конкурсе старшеклассница продемонстрировала свои знания в формате виртуальной экскурсии. Эта тема включает в себя маршрут боевой славы. И я заинтересовалась историей нашего города. Мне стало интересно провести экскурсию и ознакомить других ребят, учеников нашей школы. Ну, не только учеников нашей школы, а история нашего города. Легко работать, так как я говорю, что она ведущий экскурсовод нашего клуба музейного. То есть она имеет опыт работы именно практической. Экскурсия «Она по городу воинской славы» начинается с памятного монумента «Сердце под прицелом», посвященного павшим воинам, и завершается у стелы воинской славы. В копилке музейного клуба уже несколько познавательных проектов. Работа «Кубань в годы Великой Отечественной войны» и экскурсия «Мы помним их имена», повествующая о выпускниках героев. Это очень интересно, познавательно. Это воспитывает патриотизм в детях. И я считаю, что это очень важная работа. В музейном клубе «Клио» пока состоит 15 человек. Экскурсии регулярно проводятся в рамках уроков мужества. Работают и в дни каникул, и по выходным. Уже в эту субботу члены клуба проведут учеников школы по памятным местам «Онапы» и расскажут им о героях города воинской славы. В Анапе опробовали якутский национальный вид спорта. Он оказался общедоступным и зрелищным, при том, что затраты на организацию соревнований минимальны. Состязания прошли в рамках муниципального этапа сельских спортивных игр. Уже пройдены соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, впереди лапта, городки, легкая атлетика, соревнования косарей и дойеров. Победить можно двумя способами. Вырвав палку или перетянув соперника на свою сторону. Хват выбирают по очереди. Палку можно выкручивать, а самому перемещаться относительно соперника. Такие простые правила дают широкий спектр для тактики. Когда создавая систему рычагов, можно как минимум сопротивляться, а как максимум даже победить соперника, который тяжелее и сильнее. Это старинная якутская забава. В 2003 году масс-рестлинг объявили национальным видом спорта. Масс по якутски палка. Слово перетягивание заменили международным термином рестлинг, в переводе на русский язык борьба. Действует Российская и Международная Федерации. В этом году масс-рестлинг включили в программу сельских спортивных игр. Этот спорт не требует больших затрат на его внедрение. Во-первых, может быть массовым от детей, и включая ветеранов. Не регламентируются могут участвовать и женщины, и мужчины. Любой человек может принимать участие. Оборудование, вы видите, можно сделать своими руками. В соревнованиях приняли участие представители пяти сельских округов. Анна Шашлыкова из Джигинки. Курирует спорт и работу с молодежью. В решающем раунде она обескуражила соперницу неожиданным рывком. Ну вот здесь я и пошла тактически. Я как легкая атлетка и знаю, что надо со старта вырвать. Ну и решила ее так, как судья говорит, что старт сразу дернуть. Это, конечно, не мое, силовые. Но интересно попробовать всегда что-то новое. Анна решила попробовать организовать подобные соревнования у себя. В итоге именно команда Джигинского сельского округа стала первой, а в общем зачете после трех из девяти видов вышла на третье место. Команда Виноградного сельского округа, заняв второе место в масс-рестлинге, укрепила свои позиции лидера. Бронза у команды Гайкадзорского сельского округа. Она вытеснила со второго места общего зачета спортсменов из станицы Анапской. Участники, показавшие лучшие личные результаты, представят город-курорт на краевом уровне. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапрегион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа. Самбурово 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь» Анапа.